Ни одного момента в истории не бывает неважного. Мы говорим сейчас о переходе одной эры в другую эру. Мы только говорим об этом. Мы не знаем, переходит ли эра одна в другую эру. Кто-то, может быть, знает и критерий этого определяет. Инки, ацтеки и так далее, все говорят, и ясновидящие говорят, что да, переход существует. Почему? Потому что мы подошли к какой-то фазе своей деградации, когда Земля по-прежнему уже существовать не может. И деградация людей настолько явно выражена, что в том состоянии, если в котором люди останутся сейчас, это просто, извините, даже со скотом сравнить странно будет. Люди ведь не животные, и их деградация и на состоянии планеты сказывается намного сильнее и хуже. И то, что сейчас происходит с людьми, и те существа, которые сейчас продолжают себя называть людьми, ничего общего с людьми не имеют на самом деле. Ну, на мой взгляд, это просто деградация. То, что сейчас происходит с человечеством в целом. Почему? Первое, человек всегда знает, зачем он рождается в этот мир. У него есть божественное предназначение, потому что он приходит оттуда, от Бога, и он знает всегда цели свои и задачи. Он знает, что должен делать. Если сейчас существует лозунг «бери от жизни всё», извините, тогда это разве человек? Ну, если говорить о том, что заканчивается эра потребительства, и наступит какая-то другая эра, где люди будут больше людьми, чем они сейчас есть, то я согласна с тем, что вот просто уже нас подперло настолько, что необходимо переходить на новый уровень бытия, на новый уровень бытия. Необходимо становиться людьми, необходимо детям передавать не свои пороки, не свой эгоизм и невежество, а человеческие качества. Но для того, чтобы передать детям человеческие качества, их хотя бы нужно элементарно наработать внутри себя. Чтобы эти качества наработать, по крайней мере, нужно знать, от чего нарабатывать, что человеческое и что нечеловеческое, что от чего отличается. Еще момент. Надо хотеть это сделать, потому что некоторым нравится вот тот образ жизни, который они ведут. Назвать ли его растительным или хищным, как сейчас разделяют психологи, существуют люди. Хищники существуют растительные, вот эти такие, эти такие. Существует человек, у которого должны быть человеческие качества. Пока человеческими качествами называют и говорят, ничто человеческое нам не чуждо. Нам не чуждо лень, слабость, какие-то отрицательные пороки и так далее, и тому подобное. Вот это называют человеческим. На самом деле это не человеческое.